Глава приморья Андрей Тарасенко встретился с представителями крупного бизнеса «Края». За одним столом собрались руководители оборонных, судостроительных, сельскохозяйственных, авиационных предприятий, телекоммуникационных и энергетических компаний. Обсуждали вопросы, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне, меры поддержки со стороны правительства и профильных министерств. Представители бизнеса задали вопросы, касающиеся промышленности, о сохранении гособоронзаказа. Сегодня на федеральном уровне разрабатывается национальный проект по развитию экспортно-ориентированной продукции. Он коснется и промышленной сферы. Бизнесмены попросили у главы региона поддержки, чтобы крупные приморские предприятия вошли в новую программу. Это позволит снизить зависимость от оборонзаказа. Глава приморья пообещал проработать данный вопрос с правительством России. Обсудили и судостроение. Бизнесмены ведут переговоры с Росморпортом по закупке судов для крупных нефтегазовых проектов на Камчатке и Сахалине. Речь идет в том числе о судах обслуживания, например, буксирах. Андрей Тарасенко отметил, что помимо участия в конкурсах на поставку судов для дальневосточных проектов, которые он безусловно поддержит, предприятиям стоит обратить внимание и на приморскую экономическую реальность. В Крае немало проектов, которым также нужны суда. Это порты в бухте Суходол, завод минеральных удобрений, имеющий выход к морю. В Ванино Хабаровского края также расширяется порт. Сейчас приморские бизнесмены должны представить себя максимально полно на выставке в рамках Международного дальневосточного морского салона, который впервые пройдет в Приморье. Во Владивосток приедут представители крупных российских нефтегазовых компаний, а также иностранный бизнес. Необходимо показать гостям, какую продукцию мы можем производить, чтобы получить заказы в будущем. Инициатором Международного морского салона стал глава региона. Форум пройдет с 26 по 28 июля в деловой программе «Кораблестроение и судостроение, инфраструктура и логистика, регулирование и развитие». Участие подтвердили представители 11 стран. «Основных таких направлений развития края – это у нас, как было и остается, транзит, обеспечение транзитогруза, то есть это морская составляющая, портовая составляющая. Соответственно, отсюда в этот кластер развитие идет. Это судостроение сегодня, это лесообработка полная, это рыба, добыча, это развитие горного дела. Сегодня мы развиваем горное дело, у нас увеличиваются объемы добычи, руды и ее обработка. Сегодня мы впервые задумывались о том, что поставить какие-то мини, хотя бы плавильные печи».